ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что CSGO это не та игра, в которой он собирается дальше существовать как профессиональный игрок и не собирается, в принципе, задрачивать вообще CSGO. Почему, Фокс? Почему не кто-то другой? Вы заметили, да, наверное, что в киберспорте есть еще такая маленькая особенность. Я помню, даже когда-то мне там приписывали, что вот я там куда-то ушел. Я не знаю, лично я, например, никогда никуда не уходил. Если я киберспорт и я ВП, то я ВП. И, наверное, так оно и должно быть. И поэтому с нашей там определенной фанатичностью мы идем к своим поставленным целям, да, к зернистыми путями. То же самое у кучи киберспортсменов. Помните, да, сколько было всяких там иннективов, уходов, забиваний, а потом возвращения и возвращения, причем некоторые возвращения были отличные. Там игроки играли на экстра уровне, они тренировались и так далее. А тут очень простая схема. Все где-то полгода тому назад дико привались от игры. Я ее вообще видеть не мог, потому что когда я побегал 15 минут, я понял, что это вообще бардак, это полный бардак, это чисто казуальная игра, хуже Call of Duty, да, с кучей непонятных там вообще физических моментов. Ну, как бы просто казуайщина, да, где никакого хардкора вот киберспортивного даже не предвидится. А потом мы помним, жесткая активизация, непонятно, то ли из-за аудитории, то ли это была стратегия такая хитрая, да. Сколько начали выпускать апдейтов, сколько начали работать над игрой. И сейчас видно, что над игрой работают. Пусть там не всем все нравится, но ее реально делают. И, конечно же, анонсы всех турниров. Просто тогда, может быть, даже у того же Сережи Фокса были мысли, что CS выживет. Или там будет борьба, и будет половина таких турниров, половина таких. А сейчас все просто, все осознали. Единственный шанс нам сохранить вот эту аудиторию и вот этот кайф потрясающий, да, командной игры нашей любимой, Counter-Strike, это дать шанс CS GO. У нас нет других вариантов. Я согласен с теми менеджерами, которые в новостях писали обо всем этом. Там ESL, ребята из Америки, что, ребят, комьюнити, Source 1.6, СНГ, РМ, Мир, Европа, неважно. Давайте друг друга поддержим с точки зрения консолидации ради поддержки и топовых коллективов, и новых команд, которые появились, и Source команд, и, соответственно, чемпионатов. Если мы не поддержим все вместе и будем, вот как, знаешь, все же, да, говорят, куча игроков, ну, просто, да, казуальных игроков, она изначально уже поставила CS GO крест, просто потому что они ее даже не играли, они ее даже не открывали. Просто зайти, написать говно, и, ну, все, я отметился, так нельзя. У нас не будет FPS-ов. Quake умер, и пока неизвестно, да, когда там выйдет продолжение. Там вот есть какая-то новая игрушка, я не знаю, я думаю, все видели, да, эти какие-то там чемпионаты уже чуть ли не начнут проводить. Ну, какая-то игра 3 на 3, там все прыгают и стреляют. Шутмания, да, шутмания. Ребят, если вы хотите, чтобы вот эта игра, при всем, там, респекте к ее концепции, была вот единственной топовой FPS-игрой в киберспорте, давайте, может, тогда сразу, ну, как бы все закончим, потому что, по-моему, это полный тут-дом. И вот сейчас нужно вместе поддержать и двигать CS GO. Вот это мое мнение. Поэтому сейчас все те, кто хотят работать, я в них верю. У нас в составе все те, кто мне, я со всеми общался лично, в глаза, и при этом у меня есть тоже свой опыт и определенный свой анализ, да, связанный там с плюсами и минусами игроков. Как ты абсолютно правильно сказал, Сережа Фокс, как он с Мишей тренировался всю свою жизнь, да, и вышел на отличном уровне игры, и во многих составах именно они были локомотивами. То есть там были, ты помнишь, да, ряд составов, где вот если эти ребята не попадают, то все. А они так попадали, что иногда даже выиграли чемпионат у суперкоманд. О чем это говорит? Эти ребята могут все. Все просто, им сейчас нужны нормальные условия, которые мы даем, и сейчас вот этот апгрейд компьютера, и все, и работает. Поэтому я в Серегу верю абсолютно, а про почему я не сказал о нем сразу, просто потому что Миша раньше начал, и у Миши уже виден прогресс. Но есть маленький прикол, у Миши хороший компьютер, а у Сереги крайне плохой компьютер. Там 40, 50, 30 фпс, это полный дурдом, там даже зум с ВП лагает. Поэтому ему сейчас пока сложно. Все рассудит время, и причем не очень большое, всего несколько месяцев. Ну, а еще один вопрос про именно переход этих игроков в нашу САП. Не было ли с их стороны какой-то неприязнень к Virtus.pro, вследствие того, что они играли за команду Moscow Five, которая была прямым конкурентом? Никогда. Когда-то давно был кипишной момент, могу его вспомнить. Я просто с этими ребятами общаюсь всю жизнь. Мы вместе гуляли, отдыхали, жестко отдыхали, и вообще в целом всегда друг за другом. Причем, не знаю, я всегда хотел играть с братьями. Были события два года назад, которые не позволили это сделать. Это были такие, действительно, как бы мужские взрослые события, джентльменские. Но вот как случилось, так случилось. Я пошел в дорогу с молодыми и так далее. Ну, и Ванька Финь, да, тоже определенную. Мой хорошую работу тоже проделал, но потом все-таки сдался. Или просто не захотел дальше работать. Вот. А мы постарались. А ребята пошли другим путем. И у них тоже там отличные были свои движухи. Но все-таки, вот как все мечтают стать лучшими, или безоговорочно топ-1, топ-2, такого не произошло. У них точно такой же гол, вот, наконец, стать жесткими. Наконец, приезжать на чемпионат не с мыслями, топ-3 может быть, а с мыслями только финал. А там уже победит сильнейший. Поэтому, ты знаешь, я... Мало того, что там никаких даже проблем не было, да, связанных с тем, что они играли в Moscow Fight, мой Virtus.p. Я говорю, за все эти годы был только один прикол, вот этот, в интернете. Когда я, правда, не понял. Я так напомню Сереге Фоксу. Но мы бились. У меня состав был как раз Вова, Талисман и так далее. Интернет-турнир. Мы там играем полуфинал. Они на смешанцев сносят с первой карты. И в самой концовке просто на меня там налетают все с ножами. А я там чуть ли не один в пять, я помню. И кто-то меня зарезал. По-моему, Серега. И какой-то там я... Какая-то улыбка. Там кто-то пишет комментарий. Я там жестко. Я помню, какой-то мат написал такой серьезный. Типа, ну, чего вообще? Просто наехал и закрыл. Ну, с моей точки зрения. А потом, что самое удивительное, мы еще выиграли 2-1 по картам. То есть, как всегда, слишком сильно меня, видимо, разозлили. Вот это все. Кроме этой терочки маленькой, которую мы потом тоже замяли. И это все мелочи жизни. Просто я такое не очень люблю, когда это делают твои хорошие знакомые. Ну, типа, чуть-чуть фактор неуважения с ножами там на меня. Ну, при всем уважении можно и без этого как бы, да. Все. Никогда больше ничего такого даже близко не было. Поэтому я искренне рад. И я горжусь, что эта великая как бы, да, пара. Действительно, у нас просто в России никогда не было у меня братьев, да, такого уровня. Они теперь играют у меня. Я сделаю, постараюсь сделать все, потому что не все зависит от меня. От них зависит, конечно, гораздо больше. Но я очень постараюсь, чтобы этот состав пришел к поставленной цене. Ну, сейчас Virtus.pro является одной из малого количества команд в Европе. Действительно, которые имеют предпосылки быть топовыми. Которые имеют три или больше национальности игроков в составе. Вот это чем-то напоминает состав United. Ни в костюме не хочу их сравнивать, да. Ну, сравнивать их нельзя, конечно. Но все-таки тогда вопрос именно уровня игры в интернете напрямую решался через пинг. В этой игре в CSGO пинг, в отличие от FPS, играет не очень большое значение. То есть ты сам говорил, что с пингом 80, тому же до Уреном можно убивать спокойно европейский топ. Планируется ли в организации Virtus.pro создание, ну, не создание, а проведение буткемпов? Как вы на это? Сто процентов. Да, все это планируется. Не хочу забегать вперед. Пусть об этом узнают тогда, когда у нас это все встанет на рельсы. Но это будет, конечно, буткемп для всех составов. Это будет с графиками. Если все срастется, то еще будет возможность. Два состава, чтобы одновременно сидели на буткемпе. Мы это все вытащим действительно на жесткий уровень. Поэтому задача у ребят сейчас максимально набрать, потому что интернет полностью позволяет, за счет огромного количества праков в CSGO, набрать форму в плане командных взаимодействий, понимания тренировочного процесса и всех фишек игры. А при выходе на уровень, когда ты уже действительно бьешься за поездки в Европу, в мир и проходишь классные отборочные в интернете, то есть команда уже действительно играет на топовом и офисском уровне, с этого момента у нас перед важными турнирами, конечно же, пойдут жесткие буткемпы от двух до четырех недель, где у ребят будет все сурово. Причем это все будет гораздо более сурово. Заранее, кстати, кто будет из наших слушать, предупреждаю, вы в курсе. Это все будет, правда, пацаны, жестче, чем это было в прошлых составах. Потому что у азиатов есть отличная особенность. Они миллион раз уже доказывали, что такое, но действительно жесткое усердие. И также доказали когда-то наливка есть. Точно так же, ребята, они действительно всю душу вкладывали на буткемпы, тренировались огромное количество часов при поддержке потрясающего менеджера Саши, да, Зера, и они пришли к своей цели. Без этого вот эти все отмазки, русский менталитет, украинский, нам достаточно такого, нам вот я тут перетренируюсь, умру, все это бред. Тренироваться надо так, чтобы тебя действительно тошнило. А потом приезжать и вот за счет этого того, что тебя тошнило там, на финалах у тебя руки сами будут делать просто историю. Это моя мотивация. Я надеюсь, что все составы будут разделять вот именно такой суровый подход. Но кто не будет разделять, там если что, не обессуйте. Вот, поэтому вот такая моя мотивация. И, конечно, да, конечно, буткемпы обязаны быть. Сейчас ни в одной топовой игре, без них невозможно достичь высоких результатов. Ну, буткемпы не бывает без планов на будущее, чаще всего перед какими-то крупными турнирами. Именно касательно этой темы, какие планы у Virtus.pro на ближайшие полгода, год, какие LAN-турниры собирается команда посетить. И один из таких трепетных вопросов. Не писали ли вам организаторы SWC о замене Rush 3D в списке участников Virtus.pro? Никто не писал о замене. И, если честно, сейчас суббота, до SWC осталось 4 или 5 дней. При всем желании, даже если нам сейчас дадут квоту, а новому составу, которому нужно сейчас работать и окрепнуть, как мы обсудили, для достижения целей выхода в топ, и тем более сейчас с этими безумными ценами в последний момент, и даже, самое главное, визовый вопрос, есть, конечно, срочные схемы, но это просто сейчас того не стоит. Поэтому на SWC нашего состава, к сожалению, никто не увидит. Это я 100% могу сказать. Планы на будущее, работа, работа и еще раз работа. У нас отличная база и отличные планы по интернету, по медийке. У нас отличный, главный наш, я же говорю, наш лидер, наш мозг и вообще мой хороший друг и партнер, который, я думаю, тоже не даст поступиться. И, конечно же, мой фронт по составам. И задача одна. Как бы тяжело ни было, и приходить к своей цели. У нас сейчас ряд молодых составов. В ряде составов пока не получается выигрывать именно первые места, но мы к этому придем. Вместе, вот с поддержкой друг друга, с работой, с анализом, и с условиями, которыми готовы дать ВП, и спасибо нашим спонсорам, которые это все нам обеспечивают. Геобэнк и Геймтрикс, я думаю, мы справимся. И, конечно же, планы больше спонсоров, больше хорошее внимание аудитории болельщиков, радовать наших болельщиков. И просто, как я сказал, 2013-й хочется, чтобы, наконец, уже был как минимум тем годом, когда мы точно скажем, вот мы уже жесткие. В плане, знаешь, во всех составах и именно высоких результатах. Мотивация есть. Дядь Леша Лекс забил уже на активную игру, поэтому я все-таки очень постараюсь помочь всем составам. У меня есть некоторые плюсы, маленькие, но они есть, которые могут позволить просто сделать больше, чем мы сделали до этого. Вот и все. Я думаю, что все будет хорошо. И, кстати, так вот тоже оговорка. Хотелось бы сказать еще спасибо. Вот у нас есть наши фанаты, да, наши настоящие ребята, друзья. И есть те, которые прямо еще и на Ланы приезжают, я их знаю в лицо. А есть те, которых я никогда не видел, но они наши. Ребят, вот спасибо вам, правда, за те вот потрясающие адекватные комментарии. Иногда жесткие, иногда принципиально жесткие, иногда даже чуть ли не с потерей веру. Вы, вам, я вас понимаю, вы далеко не всегда все знаете. Вы не знаете вообще всей кухни. А иногда мы, вот, например, за два года, конечно же, мы тоже делали ошибки. Мы не идеальные пацаны, но мы стараемся. А вот такие, как вы, мне, я, поверьте, может быть, там, не спорю, мне не очень, да, там, скажем так, легко или просто я не считаю нужным иногда просто так написать какой-то левый комментарий, просто так новости, да. Но я читаю почти все. Правда, очень приятно. Вот то, что у нас есть такая консолидация, может быть, не у всей, там, вот этой львиной доли наших, там, 70 тысяч ВКонтакте, да, там, и еще, там, в соцсетях и так далее. Но вот эта вот группа людей, там, их, может быть, там, от сотен до тысячи, да, и, там, плюс-минус, которые действительно с нами, и иногда бывают с нами очень жесткими. Я очень хочу большое сказать вам спасибо. Приятно считать, что даже когда вы нас не разделяете, или, там, наши какие-то действия все равно с нами, за это вам, пацаны, огромный респект, прорвемся. Ну что ж, на таких положительных, на такой положительной ноте мы все-таки закончим наше интервью. Да, все-таки, как всегда, да, давай подытожим. Ты не хотел 20 минут, но получилось 25. Вот. Спасибо тебе, Леша, за 25 минут, очень интересная информация. Я думаю, это интервью будет очень интересно смотреть всем болельщикам нашей команды и вообще организации Virtus.pro. Пожелаем удачи тебе, твоим ребятам и вообще всем нам в будущем и в 2013 году, чтобы мы были первыми. И болеем за всех наших ребят на всех чемпионатах. Сливка сейчас на СВЦ, потом пацаны на ВЦГ, Турук и Кроссфайр. Ребят, давайте тоже покажем, потому что везде они бьются случаем. Все, до связи. Продолжение следует...